вот какое великолепие пенек с опятами просто как с картины и знаете в лес не надо ходить здесь у нас конечно же конечно же надо все это собрать возле ручья на прогулочной тропе ну почти рядом с тропой здесь чистенько и надо собрать ой как здорово слушайте свежатина вот будет мне и на жарешку и на маринад и вот вам пожалуйста крибли-крабли-бумс вот посмотрите что получилось из моих опят это знаете так легко сказать крибли-крабли-бумс и вот они пожалуйста маринованные опята но вы же понимаете что я тут с ними столько морочилась вот уже даже немножко осталось сил нету весь вечер жарила варила мариновала самое главное вот вареных еще я их вот так вот упаковываю в такие стаканчики пластиковые и в холодильник ну или даже просто в обычный пластиковый пакет а вот это вот я оставила красивенький куст этих опяточек хотела вам показать как отличать опята настоящие от ложных опят вот даже знаете решила думаю сейчас осень люди грибы собирают покажу но что-то пока они у меня лежали здесь у меня тепло плюс 25 у меня сегодня и вы знаете они немножко даже подсохли за сутки за ночь хотела показать ну и наверное сами знаете у обычных опят у нормальных съедобных у них есть вот такие вот юбочки и потом у них цвет не ядовито желтый а нормальный есть юбочки под шляпками сами шляпки вот такие вот выглядят вот так ну и потом ножки у них довольно толстые плотные это они еще тут подсохли у меня как я говорю а так они толще чем у ложных опят потом они такого красивого под шляпкой розоватенького цвета но друзья все вы это знаете прекрасно так что приятного аппетита как говорится а я вот прям даже покажу вам какая вкуснятина попробую еще просто так не вы лишь хотела вам налить одна рука у меня вы же знаете вот крибли крабли бумс вот такая прелесть сейчас до октябрь похоже наступило время опят вы посмотрите только сколько их здесь у нас и вот этот вот пенек весь заросший старый при старый весь зарос опятами вот вы знаете к сожалению эти опята вот очень вкусно обалденно к сожалению я уже не могу набрать нет к сожалению не могу я уже набрала две сетки огромных вы не поверите и вот они здесь мне все попадается и попадается и вот вспомнилась мне одна история давно я вам истории не рассказывала я знаю что вы любите послушать истории так вот в бытность мою еще когда я жила в архангельске в то же самое время конец октября поехали мы на изыскание поехали с моим начальником группы что-то срочно надо было там выяснить хотя уже сезон изысканий закончился конец октября я же говорю но вот с начальником группы мы и поехали приехали мы в плесецкий район встретили нас очень хорошо чин по чину в совхозе дали нам трактор потому что и всегда нам нужно было ехать куда-то очень далеко в заброшенную деревню чтобы там этот участок мелиорации отобрать ну и вот мы поехали на тракторе а нас предупредили что мы едем как раз в такие грибные места и сейчас там грибов просто косой коси а мы поехали налегке только папочки у нас с документами и и не то чтобы там корзины а даже каких-то пакетов с собой нет ну думаем раз такое дело надо что-то тут придумать мало ли и правда грибы мы пошли в сельпо магазин и купили по эмалированному ведру ничего другого не придумали вот так я еще купила одно ведро эмалированное все таки же оно большое а начальник мой так как он мужчина он купил два ведра говорит ой у меня семья большая а вдруг и правда грибов много в общем сделали мы в совхозе все свои дела и поехали на тракторе обратно обратно по лесной дороге там почему на тракторе потому что на другом виде транспорта никак не проехать понимаете вот ну и попросили водителя чтоб он нам где-то остановил он наверное знает хорошо все эти лесные места где-то чтобы мы грибов еще набрали по пути остановились мы на красивой лесной опушке водитель наш в одну сторону побежал тоже с корзинкой за грибами а мы пошли в другую с начальником только в лес зашли боже мой а там вот такие эти пеньки все облеплены опятами сплошь а у нас и нож есть в общем мы нарезали сразу за пять минут наполнили все свои ведра тут вы уже нам и обратно идти к трактору а у нас еще время есть мы договорились что можно целый час гулять по лесу ну и тут мне аркадий николаевич так звали моего начальника он и говорит слушай галина что-то мы с тобой наверное не подумали сразу набрали первые попавшиеся грибы давай вокруг как посмотрим может быть тут еще что то есть ну ладно стали это мы дальше смотреть дальше в лес пошли а там вы знаете этих опять опять но просто невозможное количество на каждом пеньке и при том что понимаете мы набрали первых попавшихся а там они просто меленькие один в один меленькие конечно же лучше чем крупные ну аркадий николаевич говорит так мы с тобой вот маху дали давай-ка мы вот этих меленьких наберем что мы делаем высыпаем мы эти свои первые опята из ведра выбрасываем набираем мы уже отборных меленьких чистеньких один в один опяточек маленьких и вроде тут у нам бы уже и домой идти но мы решили не одной и той же дорога идти а вот так немножко по кругу наискосок идем это мы через лес вроде уже довольные и вдруг вы не поверите целая поляна одни только торчат красные головки подосиновиков до таких меленьких крепеньких до таких красивых не червивых осень поздняя червяков нету из-под каждого куста выглядывают на нас смотрят и смеются эти крепыши и грибочки вы знаете я грибы вообще обожаю и тут у нас случился ступор любители и знатоки грибов меня поймут потому что даже не невозможно решить какие грибы лучше потому что и опята и подосиновики они сами по себе разные грибы и те и те хороши но аркадий николаевич недолго думая одно свое ведро опять опала опустошил высыпал все опята из него и стал туда быстренько собирать красноголовики и я посмотрела посмотрела на свое единственное ведро с меленькими опятками и красноголовиков хочется и опятки жалко выбрасывать ну ладно думаю все таки хоть так хоть так немножко выбросила опят и сверху наложила самых лучших красноголовиков ну слава богу вроде все довольны надо возвращаться уже к нашему трактору вернулись мы ведра тяжелющие я уж не знаю как аркадий николаевич свои два ведра тащил но я еле еле это ведро бьет по ногам неудобно дотащили до трактора залезли в кабину прямо с ведрами в обнимку дорога тряская нам еще ехать шесть километров по этой лесной дороге ну двинулись мы в путь и что вы думаете могла бы уже моя сказочкой закончится но не тут-то было вдруг наш трактор какую-то попадает огромную трясину или яму что-то такое и он там напрочь застревает водитель наш такой спокойный деревенский мужичок вышел посмотрел не торопясь со всех сторон по заглядывал постучал по колесам своим огромным сапожищем и нам сообщил что уже никуда трактор сам не выберется надо за другим посылать но и говорит я пока пошлю за другим а вы тут неподалечку пройдете пешочком тут наверно всего километра полтора может два до железнодорожной станции которой мы собственно и ехали ну вот тут и случилось страшная история размышления что делать с грибами аркадий николаевич конечно сказал что он эти полтора два километра наверное пройдет без проблем а я крепко задумалась я на тот момент была не замужем еще жила в общежитии но и незачем в общем то подумала я тащить надрываться эти грибы мне и без грибов нормально как говорила моя бабушка 20 лет маг не родил и голоду не было я уже практически решила оставить свое ведро благополучно здесь в лесу но аркадий николаевич решил свои оба ведра тащить и сказал что ничего страшного потихонечку с остановками дойдем я подумала так если я свое ведро оставлю то мне придется помогать со вторым ведром аркадий николаевичу но не могу же я идти посвистывая с пустыми руками а человек будет надрываться таща два ведра я сделала последнюю тщетную попытку уговорить аркадий николаевича оставить хотя бы одно ведро а одно ведро нам тащить будет удобнее с двух сторон за ручку в общем выбора у меня не осталось и вы не поверите мы потащились полтора километра с этими тяжелющими ведрами по лесной дороге но ведра надо сказать мне показалось что это было ведро с песком настолько утрамбованные были грибы очень тяжело я помню что я останавливалась через каждые 10 метров и по чуть-чуть по чуть-чуть выбрасывала грибочки из ведра чтобы было легче на железнодорожную станцию мы выбрались спустя больше часа как брянские партизаны изможденные поддерживая друг другу и таща уже практически волоком эти ведра я при каждой остановке на отдых намеревалась все-таки бросить это ведро но аркадий николаевич у прямо твердил что мы уже прошли большую часть пути осталось совсем немножко ну что же я буду бросать то теперь и вот так мы все таки добрались с этими грибами до поезда в общежитии нас было пять человек и по-моему эти грибы на ура мы за два дня благополучно съели а аркадий николаевич рассказывал мне что они всей семьей замариновали все эти грибы и благополучно кушали всю зиму еще напоследок для любителей цветов комнатных ps так называемый вот смотрите видите у меня уже опять зацвел этот декабрист или как он там называется по нормальному и еще посмотрите что случилось с моими суккулентами вот кто-то может быть помнит они у меня вот в этой вот вазе горшке долго долго росли и вдруг они превратились в таких монстров что просто даже они вы знаете ну не помещаются здесь так вот я сейчас покажу вот кстати это тоже и вот этот вот разросся просто на глазах у меня спрашивают а чем я удобряю свои цветы чтобы они цвели постоянно я хочу показать но вы знаете это только конечно наверное для тех кто живет здесь в англии ну вот смотрите вот удобрение жидкость вот в таком вот пузырьки упаковочка 1 литр я не знаю сколько стоит уже не помню что-то около 450 450 по моему нарисовано вот эти вот видите и фиалки тут и всякие цветущие цветочки но я заметила что лучше всего использовать именно вот для кактусов для суккулент денежное дерево все разрослось просто до неимоверных размеров в прошлом году была малюсенькая наверное сантиметров 10 высотой и вот теперь посмотрите просто огромное такое так что вот найдите вот такой вот ликвид жидкость для удобрения и будет вам счастье будут у вас цветы цвести всю зиму ликвид жидкость для суккулент денежное дерево 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 ликвид жидкость для суккулент денежное дерево